Продолжаем эфир. Далее новости спорта. В студии Дмитрий Вароновин. Физкульт. Привет. Начнем сегодня с хороших вестей. В Ново-Воронеже на чемпионате вооруженных сил Российской Федерации по боксу среди мужчин 19 и 40 лет отлично выступил и живчанин Максим Черныжев. Бесовой категории до 56 килограммов он стал победителем соревнований. Поздравляем спортсмена и его наставников Олега Тимофеева и Дмитрия Бронникова с золотой медалью. С наградами вернулась домой и команда Ижевского электромеханического завода «Купол». В Офе на Всероссийском фестивале ГТО среди трудовых предприятий наши земляки по итогам общекомандного зачета заняли третье место. В заключительный день они выиграли эстафету, а Ольга Бочкарева в личном первенстве в своей возрастной группе стала обладательницей награды высшей пробы. Жарко накануне было и на льду олимпийца. Олимпийцы, фигуристы из Удмуртии, Сыктывкара, Перми и других городов страны состязались за Кубок Федерации фигурного катания Республики. С произвольной программой на лёд вышли малыши и мастера спорта. Анна Ковырзина наблюдала за их выступлением. Маленькая Аня из Перми на Большом льду уже 4 года. За это время фигуристка не раз занимала призовые места. Но для родителей главное не только спортивное достижение. Крепкое здоровье укреплению, лёд, дышать влажностью и так далее. В общем, помогает, так скажем. И по факту мы меньше болеем, чем, скажем, сверстники, которые, ну, там, школьники наши, там, кто в детском саду был, уже исходя из опыта уже точно видно это всё. На первом Кубке Федерации фигурного катания Удмуртия фигуристки из Перми не было равных. Стала лучшей в произвольной программе. Но и наши фигуристы не отстают. На льду рисуют невероятные спортивные узоры, сравниться с которыми могут разве что их костюмы. Тут и охотники за привидениями, джокеры, диснеевские принцессы. Мне просто понравилось однажды, когда я была маленькая, как в сервисе показывали, там, девочки катались в красивых платьях, там, красивые элементы делали. Мне понравилось, я попросила маму, чтобы не отвезли на фигурное катание. Кубок Федерации – первый старт в этом году в республике. На лёд вышли фигуристы из Ижевска, Сургута, Сыктывкара, Перми и Москвы. Проводить такие соревнования планируется регулярно, в несколько этапов. Уровень, конечно, фигурного катания уже во многом возрос, и требования совершенно другие к спортсменам. И поэтому трудиться приходится всё больше и больше. И очень хорошо, что у нас в Ижевске существует сильная конкуренция, и есть куда расти, куда двигаться. И, слава богу, есть возможность кататься детям два раза в день. Кстати, сейчас тренеры ведут набор малышей. Четыре года – оптимальный возраст для первого выхода на лёд. Продолжаем выпуск. В чешском нове место на Мораве прошёл очередной этап Кубка мира по маунтинбайку. В составе сборной России выступали на этом старте в мужской группе «Элита» и два наших земляка – Антон Сенцов и Тимофей Иванов. Антон показал 30-й результат дня, а Тимофей – 114-й. Победителем гонки стал британец Томас Питкок. Далее о гандболе. Во дворце спорта Утгу прошла заключительная домашняя игра гандболиста Кижевского университета. Принимали они на своей площадке в рамках плей-офф Национальной суперлиги команду Ставрополья. Матч этот был первым в серии за седьмое место чемпионата. Итогом счёт 38-23 в пользу гостей. Ответная игра пройдёт в Ставрополе 23 мая. В это же время в муниципальном дворце спорта прошёл республиканский этап детской лиги плавания. И собрал он сильнейших юных спортсменов практически со всей Удмуртии. Соревнования проходили в довольно жёсткой, но честной борьбе. И вот кто в итоге стал победителем, мы сейчас расскажем. Эти соревнования уже 14-е по счёту. За эти годы они открыли много звёзд, которые стали лидерами республиканской сборной. Наставники уверены, и в этом году появятся новые талантливые пловцы. Две тысячи участников, это популяризация огромная. Это наш резерв спортсменов, ну и любителей плавания. Азарт шикарный, конечно, на этих соревнованиях. Такого азарта я не наблюдал нигде, давно уже. Азарт просто шикарный. Лига набирает популярность. А содействуют этому и тренеры юных плавцов, и директора школ. Во многих учебных заведениях республики, где есть бассейны, включили в программу начальной школы уроки плавания. И дети с удовольствием постигают азы этого вида. Детские плавания для детей – это хорошая подспорка. Во-первых, для их здоровья, то есть развития. И плюс, вот такие детские лиги плавания, которые проводятся в республике, они нужны для того, чтобы дети друг с другом конкурировали, получали море эмоций, видели другие, как плавают, какие у них результаты есть и развитие. Финалисты детской лиги плавания точно будут в безопасности. За месяцы тренировок они научились всем стилям плавания, улучшили свои результаты, завоевали первые медали. Вода была холодной, ну, проглыла хорошо, чтобы быть сильным и здоровым. Я думаю, мы плавали хорошо, и у нас все получилось. Все получилось? Да! Как надуете? Ну, хорошо! Чем сильна ваша команда? Мы самые сильные, мы самые быстрые, мы самые трудолюбивые. И мы победители! Победителями республиканской лиги стали учащиеся 32-й Ижевской школы. Серебро у сборной Воткинской школы номер один, бронза у команды Воткинского лицея. Все у меня на сегодня. Болейте только на спортивных аренах. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова